По установленным правилам, благотворительная помощь, оказываемая нуждающимся и людям с ограниченными возможностями, осуществляется централизованно. Для этого организованы центры координации спонсорской деятельности. Один из них, кстати, начал работу в столичной области. Организованный Министерством по поддержке Махали и семьи, он будет оказывать помощь в адресной доставке пожертвованных или приобретенных за счет спонсоров продуктов питания и медикаментов в соответствии с надлежащими санитарно-гигиеническими требованиями. Милосердие, щедрость и сострадание. Такие высокие качества, присущие нашему народу, которые мы наблюдаем и в эти нелегкие дни, не только вызывают гордость, но и вдохновляют каждого из нас на благие дела и поступки. В Ташкентской области центр координации спонсорской деятельности создан в городе Ахангаране. Для оказания помощи малообеспеченным семьям и одиноким пожилым людям здесь проводится расфасовка необходимых продуктов питания, которые доставляются по адресам на специальных авто. Центр организован в специальном павильоне. Строго соблюдая все правила карантина, мы отправляем необходимые продовольственные товары и лекарства в 22 города и района Ташкентской области. Здесь постоянно проводится дезинфекция. Волонтёры в специальных защитных комбинезонах, масках и перчатках. В скором времени подобные центры будут созданы в каждом районе и городе региона. Принимаем заявки от предпринимателей, желающих оказать спонсорскую помощь. Списки малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей формируются в махалях. Далее вся информация поступает в данный центр. Согласно данным, в каждом районе создан список из 40 семей. Им будут доставлены товары первой необходимости, санитарии и гигиены. В целом будет распределено 5 тонн риса, 3 тонны сахара, 5000 штук литрового растительного масла, 10 тонн лука, 1 тонна кускового сахара, мука, картофель и яйца. Для каждого района выделено по два авто. В обязательном порядке в них присутствуют и работники СЭС. Отметим, что налажена работа и колл-центра. Позвонив по короткому номеру 1197, можно связаться с операторами. Создание данного центра – это логическое продолжение работы, осуществляемое в этом направлении. Здесь мы увидим новый подход в деле координации спонсорской деятельности. Вся информация поступает с районов и городов, собирается в одном месте. И далее предпринимаются необходимые меры. Слаженная работа очень важна в период карантина. Она способствует профилактике распространения вируса в стране. И это является основной целью создания данного центра. Всех желающих посодействовать или кому нужна помощь, просим обращаться по номеру 1197. Колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 11 ночи. Для сохранности продуктов питания в центре создан морозильный склад. Сегодня уже 880 семей получили гуманитарную помощь. Создание центра послужило трудоустройству 15 местных жителей. Они занимаются расфасовкой, упаковкой, погрузкой необходимых товаров. Также большую помощь оказывают и волонтеры. По словам сотрудников центра, присоединиться к ним могут все желающие поддержать соотечественников в эти нелегкие для страны и мира в целом дни.